Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Евгения Фахурдинова. О самых интересных событиях недели узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. Читаем русскую классику. В Петербурге представили хрестоматию для иностранцев. Из Америки в Россию. История православного священника. Выставка «Реликвии Победы. Значение Сталинградской битвы». А теперь более подробно об этих и других новостях. Учебную хрестоматию для всех любителей русской литературы выпустило издательство «Златоуст». В книге собраны лучшие произведения отечественных классиков, а также интересные факты из биографии авторов. Издание адаптировано для иностранцев и будет полезно для тех, кто только начинает изучать русский язык. Русскую литературу любят читать не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Первую всемирную популярность ей принесли романы Федора Достоевского и Льва Толстого. Впервые их знаменитые произведения появились в Германии в начале XIX века и довольно быстро успели войти в западную культуру. Бестселлерами среди русских классиков в разных странах считаются также книги Чехова, Тургенева и Булгакова. Как отмечают специалисты, популярность произведения за рубежом зависит во многом от перевода, поэтому выигрывают книги с наилучшей адаптацией. Христоматия «Читаем русскую классику» – это по-своему новаторские издания для всех, кто изучает русский язык как иностранный. Пособие включает в себя тексты, задания и комментарии для проверки знаний. Книга ориентирована на лексический минимум V1 и разработана для российской государственной системы тестирования по русскому языку для граждан зарубежных стран. Как выбор в пользу традиционных ценностей и православия повлиял на жизнь священника из США? Почему российский уклад становится все более популярен за рубежом? Разберемся в следующем сюжете. Отец Джозеф Глисон переехал в Россию еще в 2017 году. Вместе с супругой и восемью детьми он живет в Ярославской области. Здесь же работает в местном храме священником. Свои богослужения он ведет на двух языках. О переезде из родного Канзаса Джозеф вовсе не сожалеет. Поменять место жительства заставило резкая смена приоритетов. Переехать из-за рубежа мечтают и другие жители США и Канады. Отец Иосиф, как его называют у нас, уверен, Россия – это лучшее место для жизни православных христиан. Ведь именно здесь чтут семейные традиции и передают главные ценности из поколения в поколение. Группа в социальных сетях, которые ведет священник, очень популярна. Здесь он рассказывает о жизни в России и помогает в переезде другим соотечественникам. В этом году посетить Россию собираются около 10 православных многодетных семей из США. После победы во Второй мировой войне этот город получил звание героя. Знаменитая битва, которая продолжалась 200 дней и ночей, полностью изменила ход военной истории. О том, кто стоял на защите Отечества, расскажет новый проект Московского музея Победы. Цикл выставок «Реликвии Победы» – это истории людей, которые проявили небывалый героизм и смелость во время Великой Отечественной войны. Экспозиция этого месяца посвящена медсестре Клавдии Айненковой. Для нее бои в Сталинграде стали по-настоящему серьезным испытанием. Медсестра отличилась врачебными навыками в сражениях на Курской дуге, а позже участвовала при освобождении Украины, Венгрии и Австрии. Конечно же, нас интересовали персонали, и мы можем здесь увидеть полевую сумку Айненковой Клавдии Михайловны. Это медсестра. Она после обучения была направлена в действующую армию и вот в 36-й гвардейской стрелковой дивизии начала свой боевой путь. Эта битва – знаковое сражение, благодаря которому впервые удалось действительно сокрушить противника. Позже именно слово «Сталинград» стало синонимом победы, а успех советской армии давал надежду миллионам людей по всему миру. Трудно переоценить значение Сталинградской битвы, потому что шла она 200 дней и ночей, шла она на огромнейшей территории, 100 тысяч квадратных километров. По своим масштабам она превосходила все, что знала до этого, в общем-то, мировая история. Все знают, что именно здесь начался коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Ну а если брать шире в международном масштабе, то это коренной перелом вообще, наверное, во Второй мировой войне, ну, по крайней мере, на Европейском театре боевых действий. Медаль за оборону Сталинграда получили более 750 тысяч участников сражения. Ежегодно 2 февраля в России, в День воинской славы, мы вспоминаем всех героев этого легендарного события. В честь 60-летия первого полета человека в космос наша телекомпания совместно с телестудией Роскосмоса продолжает рассказывать о самых интересных новостях астронавтики. В следующем сюжете вы узнаете о том, какой российский институт готовит будущих специалистов космической авиации. МГТУ имени Баумана. Факультет, специальное машиностроение, кафедра, космические аппараты и ракеты-носители. В числе ее организаторов был сам главный конструктор Сергей Павлович Королев. Школу СМ-1, так кафедру называют специалисты, прошли прославленные космонавты Алексей Елисеев, Олег Макаров, Геннадий Стрекалов. Вероника Павлюченко стала студенткой легендарной Бауманки после успешного выступления на Всероссийской Олимпиаде школьников «Шаг в будущее». С детства, мечтая о космонавтике, она пошла по стопам отца, выпускника МГТУ. Сейчас Вероника пятикурсница. Занимается на знаменитой кафедре СМ-1 под руководством доктора технических наук профессора Виктора Мининкон. В свое время Виктор Елисеевич работал над созданием спускаемого аппарата космического корабля «Союз». Наш аппарат проектируется для того, чтобы доставлять биологические грузы с МКС. Существует проблема доставки подобных грузов из-за того, что «Союз» и спускаемые аппараты, в принципе, пилотируемые, спускаются всего раз в полгода. Мы же хотим увеличить транспортный поток между низкоколоземной орбитой и Землей. На данный момент у нас около 20 человек в команде. У каждого сейчас есть своя собственная задача. У нас есть команда баллистиков, которые рассчитывают нам траектории, рассчитывают нам спуск и рассчитывают нам авторотацию и спуск на авторотации. Есть команда тепловиков. Они рассчитывают нам тепловые режимы, подбирают нужную нам тепловую защиту для аппарата. Есть ребята, которые занимаются общим проектированием. Их больше всего. Мы как раз-таки вместе прорабатываем именно концепцию, конструкцию, будем вести прочностные расчеты и так далее. И есть группа поддержки, которая будет проектировать для нас квадрокоптеры для бросковых испытаний. В МГТУ уже более 30 лет действует молодежный космический центр – МКЦ. Наши основные задачи, рассказывает руководитель МКЦ Виктория Майорова, это отбор одаренных школьников, будущих студентов ракетно-космических специальностей, а также организация научно-технического творчества молодых и амбициозных. Для этого у нас есть Олимпиада «Шаг в будущее. Космонавтика» по направлению космонавтика, которую центр ведет также уже много лет. И по этой программе много ребят поступило, более трех тысяч человек стали победителями, призерами и стали студентами нашими. Мы привлекаем тем, что даем возможность студентам, будучи еще на школьной, на студенческой скамье, уже сделать свои первые научные проекты. В сентябре минувшего года студенческие спутники «Ерила-1» и «Ерила-2» запущены как попутная полезная нагрузка на ракете-носителей «Союз-2.1б» вместе с аппаратами «Гонец-М». В наступившем году ожидается запуск МКС космического аппарата «Парус-МГТУ». Цель запуска — реализация космического эксперимента по развертыванию солнечного паруса. Такая технология в будущем позволит совершать межорбитальные, даже межпланетные перелеты практически без затрат топлива. В команду разработчиков паруса входила и Вероника Павлюченко, а научным руководителем была Виктория Майорова. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру До новых встреч и до свидания!